Девчонки Сегодня вы увидите тренировку целиком и полностью, от начала до конца, и сама тренировка посвящена именно только этому моменту. Сразу же хочу оговориться, если у вас высокий процент жира в организме, то делать это совершенно бесполезно, именно с целью подчеркнуть эту линию. Но вы также можете проводить данную тренировку для того, чтобы становиться сильнее, для того, чтобы укрепить ягодичные мышцы, и при правильном питании это будет давать хороший эффект. Но видимый результат именно от такой тренировки будет, когда процент в вашем организме жира будет низок. После общей разминки мы, как всегда, перед приседаниями делаем гиперэкстензию. Все мои ученики, и я, и в Америке я тоже уже приучаю людей к этому упражнению. Всем очень нравится, все начинают делать это упражнение благодаря от меня. Парни и девчонки за то, что снимает нагрузку с поясницы, а девчонки еще за то, что это упражнение идеально, шикарно накачивает ягодичные мышцы кровью. Особенно, если вы будете делать паузу в верхнем участке амплитуды, что я всегда рекомендую делать Эбигел. Как вы видите, Эбигел имеет уже низкий процент жира. Соревнования у нас через два месяца. Я не хочу больше, чтобы она скидывала, но мне не очень нравится именно состояние ее ягодичных. Их бы я еще немножечко приподнял, подсушил, но без того, чтобы она теряла объем и во всех других участках тела, организма. Для этого мы применяем следующий прием. Мы выполняем приседания до касания опоры. Обратите на это особое внимание. Мы приседаем, не садимся, как делают это пауэрлифтеры, а только касаемся ягодичными мышцами опоры. Считаем до трех в идеале и встаем. Делаем 10-12 повторений в этом упражнении. Пять подходов. Естественно, после того, как сделали 2-3 разминочных, прикидочных. Какие веса мы используем при этом упражнении? Если вы хорошо встаете с определенным весом на 15 повторений, то именно этот вес нужно применять в данной технике. Очень тяжело. Хочется резче встать. Но нужно себя пересилить. Именно пауза в этой нижней позиции прекрасно грузит ягодичную мышцу там, где нам нужно. И именно эта пауза прожигает мышцы. И если у вас достаточно низкий уровень жира в организме, ваша попа будет идеально смотреться. И появится вот эта одна четкая линия, разделяющая бицепс бедра и ягодичную мышцу. Это очень важно не только в бикини. Это важно во всех видах соревновательного бодибилдинга, бодифитнеса. Вообще любую категорию возьмите. Но это также имеет и эстетический вид, даже если вы не тренируетесь. Такая четкая линия говорит о том, что ваши тренировки и ваше питание идут рука об руку. К этому и нужно стремиться. Единственный мой совет, предупреждение. Особенно если вы занимаетесь именно фитнес-бикини, не пересушивайте себя. Сушка – это когда вы полностью выводите воду из организма, из-под кожи. Это очень опасно. Многие называют фитнес-тренера процесс жиросжигания сушкой. Посмотрите мои статьи и видео на эту тему. Неправильно так говорить и неправильно делать сушку. Обычному человеку сушка вообще не нужна, противопоказано. Бикиняшкам сушка тоже не нужна. Если вы хорошо пережгли подкожный жир, вы как раз таки смотритесь в идеальной, красивой, спортивной, женской, сексуальной фигуре. Вам не нужно быть супер сухой. Не нужно, чтобы все 6 или 8 кубиков пресса четко выделялись. Это не та категория. Это категория красивой, женской, спортивной, сексуальной фигуры. Естественно, заплывшей выходить тоже не нужно. Но, повторяюсь, нужно выходить без жира. Но не доводить себя до состояния обезвоживания. Во-первых, это приведет к нарушению менструального цикла. И вы получите такой колоссальный пучок проблем, от которого будете очень долго восстанавливаться. Многие девчонки, именно от других тренеров или кто занимался самостоятельно, приходят ко мне с такой проблемой, что пропадает цикл. Это очень опасно, особенно для молодых девчонок. Никогда не доводите себя до такого состояния. Вернемся к упражнению. Технику соблюдайте, как всегда. Техника превыше всего. Если вы не можете вдруг сделать 12-10 повторений, чувствуете, что после 8-го вы уже не в состоянии в идеальной технике выполнить данное упражнение, просто прекращаем его делать. Ни в коем случае через силу не нужно это делать, потому что произойдет нарушение техники. Нарушение техники – это предпосылка к травме, либо сразу же травма. Лучше сделайте меньше, но качественнее. Это как в сексе. Не важно количество, важно качество. Техника, техника и еще раз техника. Не выводим коленки вперед, не распрямляем ножки вверху, оставляя их согнутыми, сохраняя тем самым нагрузку в ягодичных мышцах, в мышцах бицепса бедра. И подбираем для приседа, естественно, опору, платформу такую, чтобы вы садились как минимум до параллели, а лучше чуть ниже. Иначе теряется весь смысл. Мы не будем затрагивать ягодичные мышцы и мышцы бицепса бедра, а будут работать квадрицепсы, чего нам с вами не нужно. Следующим упражнением мы с Эбигил сделали румынскую тягу с тем же весом на 12 повторений. Также 5 подходов. Четкое ощущение растяжения в нижней точке и плавный подъем, не расслабляем мышцы. Как нужно работать в любых, в принципе, упражнениях. С каждым новым повтором напряжение в работающей мышце должно нарастать. Вы не должны расслабляться. Когда вы опускаетесь в нижнюю точку амплитуды, вы должны быть напряжены после следующего повтора. И выполнять как бы растягивающее движение. Вы как бы растягиваете свои мышцы. Ни в коем случае нельзя падать за весом под силой тяжести. Вы четко должны ощущать, что вы мышцами опускаете вес. Вы мышцами позволяете весу опуститься. С каждым новым подъемом сохраняя все больше напряжения, нагнетая упражнения в ягодичных мышцах и в мышцах бицепса бедра. Обращайте внимание, я специально беру разные ракурсы, чтобы вы видели, что это не наклон. Что штанга практически остается на месте, даже чуть-чуть толкается назад. Нужно увести таз как можно дальше назад. Это правильно и это именно эффективно. Если вы будете делать наклон вперед, не уводя таз назад, не то что теряется эффективность, а возрастает риск травмировать поясничный отдел позвоночника. Чего нам с вами тоже не нужно. Поэтому любое движение, тяга, присед, не важно что, начинается с увода таза назад. Чем дальше вы уведете таз назад, тем безопаснее это для мышц поясницы и тем эффективнее будут работать ягодичные мышцы и мышцы бицепса бедра. Четкая плавная техника, легкая пауза в нижней позиции и плавный подъем. Также 5 подходов по 12-10 повторений. Не забывайте, что видимость мышц, в том числе и мышц пресса, ягодичных мышц, любых мышц, это вопрос питания. Если вам тренер говорит, что есть тренировка, направленная на жиросжигание, когда нужно выполнять 20-30 повторений, это смешно. Силовая тренировка есть силовая тренировка. Разные типы тренировок задействуют различные типы мышечных волокон. Я об этом говорю в своих видео, в своих статьях. Я даю полный план тренинга для парней и девчонок в своей закрытой группе, куда вы можете каждый вступить и получать грамотные тренировки на каждый день. По принципу различия мышечных волокон. Мы там тренируем все. Начиная от выносливости и силы, массы и, естественно, гликилитические и окислительные мышечные волокна постоянно затрагиваются. Каждая неделя это новая тренировка. Вступление в группу это разовый взнос. И вы пожизненно являетесь членом группы, пользуетесь тренировками. Если вы пара, то для вас это вообще идеальный вариант, потому что можно вступить либо парню, либо девушке, мужу или жене и получать тренировки на всю семью. Единственное, о чем я вас прошу, это соблюдать технику выполнения. О чем я всегда в своих роликах говорю, напоминаю вам. Не забывайте, что любая тренировка это либо улучшение, либо сохранение здоровья. Нарушение техники это нарушение здоровья, ухудшение здоровья. Возможность, риск получения травмы. А травма выбьет вас неизвестно насколько из тренировочного режима. А многих вообще навсегда из спортзала. Хотите быть здоровым, сильным, если вы парень, хотите быть красивой, сексуальной, если вы девушка. Не бойтесь силовых упражнений, бойтесь неправильной техники, бойтесь безграмотных инструкторов. Избегайте тренажеров. Преимущественно работайте со свободными весами, со штангой и гантелями. Не нужно разнообразия тренировок, разнообразия упражнений. Тренажеры придумала фитнес-индустрия только для того, чтобы выколачивать из клиентов как можно больше денег. Плодя мифы о том, что каждому нужна определенная тренировка. Это неправда. Каждому нужен определенный тип питания. В зависимости от состояния вашего организма. Много жира, мало жира. А тренироваться нам всем с вами нужно одинаково. Точно так же, как на всех, на нас одинаково действует медицина. Если бы нам нужно было тренироваться исключительно по-разному, то не было бы и медицины как таковой. Последним упражнением в этом тренировочном дне мы сделали три подходика отжиманий от брусьев. Это идеальное упражнение наверх тела. Тренажеры. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем пока! Всем пока!